Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Все эти события происходили 7 лет назад. Тогда у нас с мужем еще не было детей. Мы снимали квартиру. Она была аж на седьмом этаже. За окном лето. Жара в помещении стояла ужасная. У меня как раз выпал выходной. Проснулась я в 10 утра. Муж уже работал. А потому в квартире я была абсолютно одна. Потянувшись, я решила, что имею право еще немного поваляться в постели. Вдруг откуда-то донесся стук. Прислушалась. Он стал громче и начал приближаться. Я узнала этот звук. Это было тиканье ногтей по паркету. Чтобы лучше описать обстановку, напоминаю, что я одна в квартире на седьмом этаже дома. И домашних животных у нас никогда не было. Звук продолжал плавно приближаться. Он шел из коридора и направлялся в мою комнату. Цок-цок. В этот момент я на себе почувствовала значение фразы «Волосы на голове начали двигаться». Масло в огонь подливал еще и тот факт, что перед сном мы с мужем рискнули посмотреть ужастик-звонок. Теперь казалось, что все эти звуки идут откуда-то из потустороннего мира. Я лежала на боку спиной к двери. Мне даже не хотелось посмотреть, что там происходит. Через щели в дверях я не могла ничего увидеть. Ощущение было такое, будто меня парализовало. Я не могла, а главное, не имела смелости оглянуться. Пусть что-то там есть. Я предпочла бы, чтобы оно исчезло. Звук не затихал. Цок-цок. То, чем бы оно ни было, вплотную подошло к двери. Судя по звуку, это что-то остановилось именно у дверного проема. Взяв себя в руки, но все равно обливаясь холодным потом, я все же решилась и резко развернулась на звук. Момент истины наступил. В дверях моей комнаты стоял голубь. Представляете, как я чувствовала в тот момент, как оказалось, этот хитрый серый негодяй умудрился залететь в открытое окно. И мы сами предоставили ему такую возможность. Ведь из-за жары наши окна были открыты настежь. Вот он и решил исследовать наш дом. А заодно и напугать меня до полусмерти. Видимо, тогда у меня и появился первый седой волосок. Когда он понял, что его разоблачили, начал носиться по квартире в поисках выхода, рассыпая повсюду пух и перья. Я заметалась по квартире в попытке поймать серого гостя. Отловив, наконец, увертливую птицу, выпустила в окно и выдохнула. Хорошее утро, не так ли? Желание валяться в квартире у меня совсем исчезло. В дополнение, я поняла, что ужастики на ночь – это ужасная идея. Лучше заменить их на что-нибудь старое, доброе и светлое. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.